Достигай Израиль и весь мир Шалом! Мир Божий вам! Добро пожаловать на передачу «Узнавая еврейского Иисуса». Сегодня мне не терпится услышать полноту Евангелия. Вот что я люблю в твоей проповеди. Ты являешь полноту Евангелия. Я думала о том, что во времена, когда Иешуа, Иисус, ходил по земле, единственное описание, что было у них, — это Верхний Завет. Их знания о Боге основывались на Верхнем Завете. Принято считать, что полнота Иешуа базируется на Ветхом Завете. И я знаю, что сегодня ты будешь говорить именно об этом. И я очень жду. Знаешь, есть связь между Духом и Словом. Твои слова напомнили мне о том, что Иешуа, Иисус сказал в Евангелии от Матфея 13 главе. Он сказал, что каждый книжник, а книжник — это человек, который знал Ветхий Завет, который станет моим учеником, сможет вынести сокровища старые и новые. Сегодня мы будем исследовать еврейское писание и покажем Иисуса, явленного Танахе. Помолись, пожалуйста, о том, чтобы откровение Божие пришло к нашим зрителям. Приди, Господь Иисус, приди, Руах Акадеш, Дух Святой, наполненный Своей истинной откровением, приди во имя Иешуа. Сегодня мы продолжим цикл о мессианских пророчествах. Это первый выпуск второго цикла о мессианских пророчествах. Не так давно я закончил первый цикл, сегодня мы начнем второй цикл. Но прежде чем перейти к новой информации, нам стоит обратить внимание на ключевые аспекты первого цикла. Во-первых, я говорил о том, что многие люди, глядя на мессианские пророчества, на то, как Иешуа и Иисус исполнил эти пророчества, думают о явных предсказаниях о будущем Ветхом Завете, Танахе, на иврите, которые Иисус исполнил так, что их можно измерить с помощью науки. Я приведу пример того, что я имею в виду. Пророчество Ветхом Завете в Танахе о будущем должно было бы звучать так. В 2023 году Иисус вернется вновь. Это пророчество о будущем, которое можно оценить с помощью науки. Иисус либо придет в 2023, либо не придет. Одно из пророчеств, которое связано с той концепцией, о которой я упомянул, находится в книге Даниила. Мы рассмотрим его позже. Даниил предсказал, что пришествие Мессии будет до разрушения второго храма. Вот что такое предсказание. Они могут быть оценены и подтверждены с научной точки зрения, как истинные или ложные. Многие пророчества являются таковыми. Их можно оценить. Но я хочу указать на то, что Новый Завет использует пророчества из Ветхого Завета не всегда в предсказательной манере, как я только что приводил в примере. Часто авторы Нового Завета используют еврейские писания, утверждая, что Иешуа исполнил предсказания не в том смысле, что он исполнил предсказания так, что его можно подтвердить научно. Они имеют в виду, что Ветхий Завет рисовал картину пришествия Мессии. Если заглянуть в еврейские писания, мы увидим там яркую картину того, как будет выглядеть Мессия в форме типов и прообразов. Я хочу начать с повторения того, о чем я говорил в предыдущем цикле. Мы начнем с Евангелия от Матфея, 2 главы. Посмотрим с 13 по 15 стих. «Трава и цветы засыхают, но Слово Господа пребывает вовек». Я прочитаю вам Слово Божие из 2 главы Евангелия от Матфея. Здесь говорится об Иосифе. «И там был до смерти Ирода, да будет среченное Господом через пророка, который говорит, «Из Египта возвал я сына Мэйву». Я хочу, чтобы в первую очередь вы поняли, что Матфей использует местописание из еврейской Библии. Оно взято из книги Осии, 11 главы. Матфей цитировал Осию, 11 главу, 1 стих. Там сказано «из Египта возвал я сына Мэйву». Матфей говорит, что Иешуа исполнил это пророчество, потому что Бог позвал отца Иешуа, а именно Иосифа, и его мать, Марию, после смерти Ирода назад и вернул их в Израиль. Я повторю, чтобы вы поняли суть. Многие из вас помнят, что после того, как Иешуа родился, Ирод услышал о том, что родился царь. Волхвы увидели звезду и поняли, что родился царь Израиля. Ирод, который был тогда царем, ощутил в этом угрозу. Когда он услышал о том, что родился новый царь, то испугался, что утратит власть. Ирод приказал убить младенцев. Тогда ангел пришел к Иосифу, земному отцу Иешуа, который воспитывал его, и сказал ему, отведи ребенка в Египет, потому что Ирод будет убивать младенцев здесь. И по повелению ангела, Иосиф пошел с семьей в Египет. Затем, когда Ирод умер, ангел снова обратился к Иосифу и сказал, «Вернись с Иешуа в Израиль». А вот почему Матфей цитирует Писание «из Египта». Иисус и его семья были в Египте. Теперь ангел говорит им вернуться в Израиль. Бог говорит, «Из Египта возвал я сына моего». Давайте-ка сложим все этого едино. В книге Осии, 11 главе, 1 стихе, мы видим, что в изначальном историческом контексте это не пророчество, предсказывающее будущее. В Осии Бог вспоминает историю Израиля, своего первенца. Бог говорит через Осию, «из Египта возвал я сына моего». Бог уже призвал Израиль из Египта. Это не было предсказательное пророчество. Господь просто напоминал Израилю о том, что Он сделал когда-то для них. Он вывел их из Египта. Бог призвал Израиль. Евреи находились там в рабстве на протяжении 400 лет. И тогда Господь избавил их через кровь Агнца, которая была символом Иешуа. Он вывел Израиль из Египта. Бог призвал своего сына, своего первенца, Израиля. Иешуа родился. Затем Отец отвел его в Египет, чтобы защитить от Ирода. А когда Ирод умер, Иосиф должен вернуться с Иешуа в Израиль. А вот почему Матфей цитирует это место из Осии. «Из Египта призвал я сына своего во исполнение пророчества». Что же здесь происходит, когда Новый Завет, или Брит Хадаша на иврите, говорит об исполнении пророчеств Истанаха? Он не всегда говорит о предсказательных пророчествах. Матфей делится с нами тем, что Иешуа исполняет еврейские писания, наполняя историю Израиля смыслом, как божественный представитель, проходя через те же вещи, через которые прошел Израиль как нация. Еврейская Библия наполнена пророчествами в том смысле, что она указывает на Иисуса. Иешуа, как божественный представитель, проходит через многие вещи, через которые Израиль прошел за свою историю. Мы рассмотрим эти примеры подробнее. Моисей, или Моше на иврите, предсказал, что Бог поднимет среди вас пророка, подобного мне, и вы будете слушаться его. А тот, кто не будет слушаться его, будет отрезан. Моисей говорил, что Бог поднимет среди израильтян пророка, подобного ему. И каждый, кто не будет слушаться его, будет отрезан. И что же делает Иешуа? Он повторяет историю Моисея. Многое из того, что делает Моисей, делает и Иешуа. Сколько дней Моисей постился на горе Синай? Всего 40 дней. Сколько дней Иешуа постился? Тоже 40 дней. Как и Моисей, который ходатайствовал за Израиль. Иешуа ходатайствовал за Израиль также. Наверное, вы помните историю с золотым тельцом. Бог собирался уничтожить израильтян, потому что они создали золотого тельца, когда Моисей находился на горе Синай. Они оставили Господа. Им не хватало терпения и доверия, необходимых для того, чтобы принять завет. Моисей сказал им, оставайтесь здесь. Я пойду и встречусь с Яхве, вашим Богом, а потом сойду с горы. Но когда Моисей задержался на горе, он пробыл там 40 дней и ночей, и Израиль стал нетерпеливым. Им не хватало доверия. Они не верили, что Моисей вернется, и решили взять дела в свои руки. Они создали золотого тельца и начали поклоняться ему. Часто мы делаем ударение на то, что они поклонялись идолу, золотому тельцу. Это так. Но если посмотреть на корень их греха, то дело было не просто в золотом тельце. Корень проблемы был в том, что им не хватало терпения и доверия. Им не хватало терпения и доверия, чтобы дождаться Моисея с горы и исполнить обещание. Когда Моисей спустился с горы и увидел золотого тельца, и Бог сказал, что уничтожит детей Израиля за то, что они сделали, Моисей начал ходатайствовать перед Богом Отцом, чтобы он не уничтожал Израиль. Иисус был подобием Моисея. Что он сделал? Он ходатайствовал за Божий народ. Он пошел на крест. Как Моисей, он ходатайствовал. И что Иешуа сказал на кресте? «Отче, прости им, ибо не ведают, что творят». Несколько раз в истории Моисей ходатайствовал за детей Израиля, чтобы Бог пощадил их от суда. Иешуа является воплощением всего этого. Вот почему Лука говорит нам следующие слова. «И начав от Моисея, из всех пророков изъяснял им сказанное о нем». Я хочу прочитать эти слова еще раз, потому что они показывают то, что я хочу донести до вас. Пророчества, которые Новый Завет использует из Танаха, не все, далеко не все, являются предсказательными. Вся история Израиля указывает на Мессию и Иешуа. Итак, Лука говорит, «И начав от Моисея из всех пророков, изъяснял им сказанное о нем», то есть оба Иешуа. Когда Иисус провел своих учеников через закон Моисея, пророков и псалмы, открыв себя в этих писаниях, то показывал своим ученикам не только предсказательное пророчество, конкретное предсказание Ветхого Завета о Мессии, но он показал им, как весь Ветхий Завет указывал конкретно на него. Цель всей Библии – это Иешуа Хамаше, и мы должны это очень хорошо с вами понимать. Я здесь, чтобы провозгласить сегодня вам. тем, кто голоден, тем, кто жаждет, кто недоволен жизнью. Я здесь, чтобы сказать вам, что через отношения с живым Богом, который есть Дух, если вы будете пить от Него достаточно долго и глубоко Он наполнит вас живыми водами, водами своего Духа, и вы станете божественно удовлетворенными людьми навеки. Нам нужно пережить Бога. Библия говорит, что в Нем сокрыто сокровище жизни, и когда мы в Нем, все наши другие нужды удовлетворяются автоматически. И теперь приходит Иисус, и Он говорит, «Если вы будете пить воду, которую Я дам вам, то внутри вас откроются источники живой воды, текущие в жизнь вечную». Мой друг Майкл Браун, как ты сказал, «Большая часть пророчеств это скорее музыка, чем математика, скорее проза, чем наука». Недавно я услышал, как один пастор сказал, что так как Иисус исполнил 300 пророчеств еврейской Библии, а вероятность того, что Он исполнит 300 пророчеств настолько мала, что это практически невозможно, то именно поэтому мы должны поверить в Иисуса. Проблема с этим заявлением кроется вот в чем. Он утверждает, что было 300 предсказательных пророчеств Ветхого Завета, которые исполнил Иешуа. Пророчества, которые можно проверить математически. Но часто Новый Завет использует еврейское писание, говоря о том, что Иешуа исполнил пророчество не в отношении предсказаний. Мы не можем сказать, да, Иисус исполнил это, потому что пророчество говорило, что именно это случится в это время, и таким образом Иисус сделал все именно так, как предсказывали еврейские писания. Нет, Новый Завет использует еврейские писания, говоря о том, что Иисус исполнил пророчество, показывая не только то, как Он исполнил некоторые предсказательные пророчества, но как Иешуа исполнил типы и образы еврейского писания. Например, в еврейском писании мы видим важность. Книга Левит или Ваикра на иврите, 17 глава, 11 стих, говорит следующее, «Потому что душа тела в крови, и Я назначил ее вам, говорит Господь, для жертвенника, чтобы очищать души ваши, ибо кровь сия душу очищает». Везде в еврейском писании мы слышим о важности крови. Когда Израиль получил 10 заповедей, Завет, Моисей провозглашал Завет перед народом Израиля. Вот тогда они отвечали, «Все, что сказал Бог, мы сделаем». И тогда Моисей окропил их кровью, и это была кровь Завета. Вновь и вновь мы видим важность крови. Йом-Кипур, главный праздник в еврейском календаре, первосвященник брал кровь быка и козла и приносил ее во святое святых. Это святое место находилось сначала в Скинии, а потом в храме. Первосвященник приносил эту кровь и выливал ее на ковчег Завета, на крышку милости. И когда Господь видел эту кровь, то прощал Израиль за год грехов. В еврейском писании мы видим важность крови. Что сделал Иешуа? Когда он устроил последнюю вечерю с учениками, то взял вино и сказал благословение. Благословен ты, Господь, наш Бог, Царь Вселенной, Который дает нам плод лозы виноградной. Вот как это звучит на иврите. Баруха та Адонай, эллохену мелхалам, борей приха гафен. А потом он взял чашу и дал ее ученикам. Он сказал, это моя кровь, которая проливается за вас, прощение грехов. Это кровь Завета. Иисус взял еврейскую Библию, которая была основанием важности крови, и поднял чашу. А затем он сказал, моя кровь является исполнением всего этого. После этого он пошел на крест. Его руки и ноги были пробиты гвоздями. Он истекал кровью после того, как ему нанесли 39 ударов плетью. И что они сделали в итоге? Римский солдат взял копье и пронзил им Бог Иисуса. Оттуда вытекла кровь. Свершилось. Иисус умер на кресте. Они пронзили Его бок и оттуда вытекла кровь. Для чего? Кровь Иисуса исполнила все, о чем нам говорили еврейские писания, когда рассказывали о важности крови. Большая часть послания к евреям показывает нам, что кровь в Писании была прообразом той крови, которая будет пролита Богом, ставшим человеком на земле в образе Иешуаха-Машеаха, Мессии Иисуса. Иисус исполнил пророчества. Он стал воплощением образа крови в еврейском Писании. Он сделал это в своем теле, в своем служении. Когда пастор говорил, что невозможно исполнить 300 пророчеств Ветхого Завета, как это сделал Иисус, то он говорит так, словно это было 300 предсказательных пророчеств. Ярким примером таких пророчеств являются предсказания Нострадамуса, в которого мы не верим. Нострадамус говорил, в 1923 году произойдет большое землетрясение в южной части Южной Америки. Если в южной части Южной Америки в 1923 году было большое землетрясение, то мы можем сказать, что предсказание Нострадамуса исполнилось. Это предсказательное пророчество, но большая часть пророчеств, которые исполнил Иисус, это не то, что можно измерить научно, потому что авторы Нового Завета не использовали их в таком контексте. Они говорят о том, что Иешуа стал исполнением истории Израиля в полноте. Он повторил судьбу Израиля в своей жизни в качестве божественного представителя Израиля. Важно, чтобы вы поняли это. Возлюбленные, мы должны быть сподкованы в понимании Писания. Мы продолжим эту тему на следующей неделе. До скорой встречи. Баруха Шем. Я люблю вас. Но еще важнее то, что Бог любит вас. До встречи на следующей неделе. Шалом вам. Я на Масличной горе. Завершим передачу благословением. Бог сказал, чтобы мы благословляли им его народ. В книге чисел Бог повелел Моисею и Аарону говорить эти слова над народом его, и тогда он запечатлеет свое имя на них и благословит их. Субтитры 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 Когда вы получите ответ от Бога или если Бог коснулся вас через наше служение, вышлите нам свое свидетельство. Мы хотим радоваться вместе с вами. Ваше свидетельство вдохновит других. Мы побеждаем кровью Агнца и словом свидетельства своего. В следующий раз на передаче «Узнавая еврейского Иисуса» Равина расскажет о том, как побеждать и стоять твердо в вере. Не пропустите этот выпуск. В третьем послании Иоанна, в восьмом стихе, автор призывает верующих поддерживать тех, кто был послан ради истины. Я хочу попросить вас стать нашим ежемесячным партнером в Господе. Как вы знаете, мы делимся радостной вестью о Мессии Иисусе через телевидение и евангелизации по всему миру. Возлюбленные, мы не можем делать этого без вашей помощи. Если вы верите в нас, верите в Божие призвание нашего служения, то подумайте над тем, чтобы стать ежемесячным партнером нашего служения. Спасибо, что были сегодня с нами. Возлюбленные, я молюсь о том, чтобы Бог Отец продолжил и дальше использовать меня в качестве клинка Его Слова, которое живо и действенно острее меча обоюда острова. Оно приходит к нам в силе Духа Святого через Мессию Иисуса. Чтобы этот процесс происходил, я должен находиться под Его властью. А когда мы находимся под Ним, это влияет на наши мысли, наши отношения, наши слова, на все в нашей жизни, включая использование наших финансов. Я предлагаю вам отдать свои финансы Богу. Мы не можем войти в полноту Его присутствия, не отдав себя Ему во всех сферах своей жизни. Если Господь благословляет вас через это служение, и вы ощущаете призыв сделать пожертвования, тогда возлюбленные. Я прошу вас, будьте послушны, Господь да благословит вас обильно. Если вы хотите стать нашим партнером, то отправите свои пожертвования по адресу, который вы видите на экране. Для пожертвований кредитной картой позвоните нам по номеру 800-37-7835 или отправьте смс. Или же вы можете сделать это на нашем сайте. В знак благодарности мы вышлем вам аудиопроповедь Равина Шнайдера и наш информационный бюллетень. Ваше даяние принесет Божие спасения в Израиль и весь мир через интернет, телевидение и Крусейды. Свои смс-сообщения вы можете присылать нам на номер 4537-7. На земле многие из нас верны Господу финансов. Если вы желаете почтить Господа своими финансами, отправившись на небеса, зайдите в раздел «Завещание». Телепередача Равина Курта Шнайдера «Узнавая еврейского Иисуса» теперь доступна на русском языке на Ютубе. Равин является евреем, верующим в Мессию Иисуса. Вы получите откровение сегодня для вашего лучшего завтра. Посетите YouTube сегодня и подпишитесь на канал «Узнавая еврейского Иисуса». Редактор субтитров